Это программа День с толком в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Лужи с лякотей легко уйти в воду. Жители Барнаульской ямы просят отремонтировать дамбу, по которой ежедневно ходят десятки людей. В происшествии в небе пассажирская рейса Москва-Барнаул скончалась во время полета. Профессию с 5 лет в детском саду реализуют проект по ранней профориентации. Итак, на борту самолета Москва-Барнаул умер пассажир. Трагедия произошла сегодня рано утром. Известно, что самолет вылетел в Барнаул из аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, во время полета 50-летняя женщина начала задыхаться. Капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Кольцова Екатеринбурга для оказания срочной медицинской помощи. В это время бортпроводники пытались спасти женщину. Реанимационные мероприятия не помогли. После приземления к самолету прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть. На данный момент идет доследственная проверка. По данным СМИ, после происшествия самолет продолжил рейс, вылетев из Екатеринбурга в Барнаул. Виктор Томенко сформировал большую часть правительства Алтайского края. Это произошло спустя месяц после вступления в должность губернатора. В составе правительства должно быть 9 заместителей, председателя исполнительного органа и 11 министров. На данный момент Виктор Томенко назначил 6 заместителей. Все они нам хорошо знакомы, некоторые на протяжении ни одного губернаторского срока. Состав Кабмина на сегодняшний день также известен не полностью. Занято 7 позиций из 11. Почти все министры полностью прошли первый срок губернаторства Виктора Томенко. За некоторым исключением. Так, Светлана Говорухина стала руководителем Минобра в августе 2021 года. В январе 2022 Сергей Межин возглавил Минсельхоз, а в феврале 2022 Антон Воронов Минтранс. Не дорога, а болото. Так отзываются люди о земляной дамбе в районе Барнаульской ямы. Это один из немногих путей, ведущих из частного сектора к основной улице. Каждый год в распутицу его размывает и по скользкой грязи с риском упасть в реку ежедневно проходят десятки людей, в том числе пенсионеры и школьники. При этом местные жители уже больше 10 лет пишут во всевозможные инстанции с просьбой отремонтировать дамбу. Но почему дело не движется с мертвой точки? И есть ли шансы, что ситуация изменится в лучшую сторону? Расскажет Данил Кузнецов. Такие лужи, такая эта слякоть. Я чуть не скатилась в это озеро, потому что больше нигде пройти нельзя, только по бровочке вот по этой. Вот так передвигаются по земляной дамбе через реку Пивоварку в районе Барнаульской ямы. Уже много лет жители местного частного сектора бьются за то, чтобы ее привели в нормальный вид и стало безопаснее. Здесь у нас размывает дорогу каждый год одно и то же, ничего не предпринимается. Здесь все туда вот стекает и грязь, и дети прыгают через лужи. Невозможно ходить, не говоря уже о том, чтобы проезжать. Эта дорога одна из немногих, что ведет до школы на Гущино. Есть обходная тропинка, однако ее с недавних пор заблокировал местный житель, установив забор. Людям приходится делать крюк, и путь до школы увеличивается как минимум на 30 минут. Дети выбирают короткую дорогу через дамбу. Жители пытаются добиться ремонта дороги с 2010 года. Последний раз городской комитет по дорожному хозяйству, судя по документам, обращал внимание на объект в 2019-м. Тогда подрядчик устранил просадки на гребне дамбы. Однако о полноценном ремонте речи никогда не шло. В связи с пообъектным распределением и ограниченностью бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы дорога по улице Совхозной не включена в план по асфальтированию на 2023 год. Вопрос асфальтирования дороги по улице Совхозной будет рассмотрен администрацией Ленинского района города Барнаула при формировании плана работ в рамках программы на 2024 год и последующие годы. Жители данного микрорайона убедительно просят администрацию включить данный объект в программу следующего года. Люди говорят, уже поколение школьников сменилось, а все ходим по грязи и с риском уйти по ней в воду. Мы же справедливости ради отметим, спустя 10 лет начала решаться другая проблема с освещением. Сейчас на Совхозной устанавливают фонари. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. Воспитанники одного из барнаульских детских садов делают первые шаги в мире профессии, начиная с 5 лет. Дошкольное учреждение разработало и приступило к реализации проекта по ранней профориентации. Продолжит тему Юлия Щепина. Каких педагогов вы еще знаете? По танцам. Педагог по хореографии. Так, еще. Многие из этих дошколят уже знают, что ответить на вопрос, кем ты хочешь быть. В 231-м детском саду внедряют программу ранней профориентации «Дорога в будущее». Про кого рассказывали? Про психолога. Ты хочешь быть психологом? Нет. А почему? Не знаю. Не знаешь, а кем хочешь быть? Пожарным. Психологом. О, психологом. А когда решила стать психологом? Только что? Вчера. Ветеринаром. Здорово. Животных любишь? Да. А какие животные больше всего нравятся? Кошки. Продюсером парка юрского периода. Стать продюсером парка юрского периода или президентом – отличное желание, считают воспитатели. Однако основная задача программы – знакомство детей с многообразием профессий. Упор, согласно государственной задаче, на рабочие специальности – врач, инженер, слесарь, учитель. В мир взрослых профессий погружают посредством игры разных творческих мероприятий, которые способны выявить у ребенка индивидуальные особенности и раскрыть творческий потенциал. Это идет красной нитью где-то. Это может быть и в игре в любой. Понимаете, идет сюжетно-ролевая игра. Пожалуйста, ввели в профессию пожарный и так далее. То есть нет такого вот конкретно. Одно занятие раз в неделю мы посвящаем профессии. То есть если вы хотите донести до детей вот именно профессию, любовь к профессии, то есть невозможно это на одном занятии. Это должно быть комплексно. Но дошколята достаточно раскрепощены и способны воспринимать даже сложную информацию, подчеркивают специалисты. Даже пятилетний ребенок способен нам выдать такое, чего мы от него не ожидаем. Например? Например, мы рассказываем ему о какой-то одной профессии, а он может связать эту профессию уже с другим направлением. Например, мы рассказываем ему о работе педагога-психолога в образовательном учреждении, а он говорит о том, что психологи у нас работают и в полиции, и в МЧС, и в медицинских учреждениях. В этом месяце профориентационные занятия приурочили к октябрьским праздникам. Детей знакомят с педагогическими специальностями. То, что мы садим в детстве, знаете, как в землю вы посадили весной ростки, и какие-то там дадут всходы, какие-то не дадут. В детей также. Вы не бойтесь детям рассказывать о каких-то сложных профессиях и о чем-то, не знаю, вот о таком, что вам кажется сложным. Где-то у них когда-то это может срасти этот росток. Программу реализуют для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Воспитатели говорят, что родители дошколят не против таких занятий, наоборот, приветствуют. Но вот об ощутимых результатах программы можно будет судить через десяток лет, когда перед этими детьми уже всерьез встанет вопрос о выборе профессии. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Октябрь – наилучшее время для покупки позднеспелых фруктов и овощей. Клюква, яблоко, картошка, свекла. Сейчас их активно раскупают на ярмарках и базарах края. Однако с осенними продуктами, считают специалисты, нужно быть аккуратнее, ведь нередко именно такая еда может стать возбудителем пищевой инфекции. Тем более где-нибудь на отдыхе, как это произошло с нашей героиней. Семья Лидии заядл и путешественники. На их счету более десятка разных поездок по краю и даже миру. Поскольку в разных странах еда своя, бывали и случаи пищевого отравления. Кстати, их количество в Алтайском крае за последние 5 лет стабильно растет. По наблюдениям врачей примерно на 20%. Медики считают, что все дело в некачественных или немытых фруктах и овощах. Не миновало заболевание и семью Лидии. Этим летом мы ездили в Горный Алтай со всеми ребятишками. Отдыхали, получается, все лето. Никто не заболел, а вот под конец отпуска что-то, видимо, мы съели не то. Мы грешим на арбуз. В общем, появились первые такие звоночки, такие симптомы. Начала тошнота у всех появляться. А надо сказать, нам уже все, вот, нам завтра надо возвращаться домой. С родными Лидии все прошло хорошо. Все быстро приняли необходимые лекарства. Однако не стоит забывать о том, что с окончанием лета риск отравлений не уменьшается. После сезона отпусков люди возвращаются на учебу и на работу, где непомытые перед обедом руки или некачественный перекус также могут спровоцировать отравление. Что входит в симптомы пищевого отравления? Это рвота, это жидкий стул, это головная боль, это слабость, это затрудненное дыхание. Бывает даже с потерей сознания, смотря какой фактор возбудитель пищевого отравления. По словам врача, в легких случаях отравление можно лечить в домашних условиях. С этой задачей хорошо справляются средства из домашней аптечки, сорбенты. Например, полисорб. При пищевом отравлении я всегда говорю, что в первую очередь это водный баланс, водный режим, это энтеросорбенты в первую очередь, но не травы. Да, эти травы помогают при ряде других заболеваний. Энтеросорбенты тянут на себя токсины, бактерии, которые вызывают возбудители пищевого отравления. И тем самым быстрее просто человек выздоровеет. Однако в тяжелых случаях врачи настоятельно советуют обращаться за медицинской помощью, а также напоминают, чтобы избежать пищевого отравления, важно соблюдать простые правила профилактики. Тщательно мыть руки, принимать пищу только в проверенных местах и следить за качеством и сроком годности продуктов. Таню Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Больше деревьев и комплексное благоустройство. Барнаульские парки продолжают преображаться. Так уже довольно оформленный вид приобрели центральный и юбилейный. Результаты проделанной работы в ходе выездного совещания оценил глава города Вячеслав Франк. Об этом подробнее далее. Первая точка – парк центральный. Уже полностью обновлены дорожки, смонтированы камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Оборудован пандус и установлено ограждение со стороны Ползунова. И немаловажный момент – больше стало зеленых насаждений. Также обновилось сердце парка – фонтан. Он стал светодиодным и имеет пешеходную часть. Сейчас в Центральном продолжают устанавливать малые архитектурные формы, детские игровые комплексы и высаживать деревья. Это парк «История». Он у нас центральная часть. Работы там заканчиваются. Я думаю, что буквально через месяц он откроется. Он стал более комфортным, более уютным. Там поменялось много что. Там и появилось видеонаблюдение, появились лавочки. Более 30 деревьев, по-моему, было высажено в этом году. Благоустраивается парк. Ну и, конечно, наверное, фонтан поменялся. Посмотрим, как его оценят и жители города. А на территории Юбилейного завершает второй этап благоустройства. Подрядчик сделал пешеходные и велодорожки. Обеспечил освещение и видеонаблюдение. Установил туалетный модуль и высадил больше 250 крупномерных деревьев. Сегодня парк прирастает кустарниками. И вот то, что удалось сегодня сделать, это как раз говорит о том, что та слаженная работа, которая выстроена в городе, помогает решать задачи, которые ставят перед нами барнаульцы. Ну и еще хотелось бы отметить, что сегодня каждый парк приобретает свое лицо. Это очень важно. Парки должны отличаться друг от друга. Как отметила глава Барнаула, за обновлением парка в горожане пристально следят. И, несмотря порой на критические замечания, преображение общественных пространств оценивают положительно. А это значит, что Барнаул становится краше, чище и уютнее. Дмитрий Дроздов. День с толком. Всего этой осенью в Барнауле высадят 530 деревьев. На улицах появятся молодые сосны, ели, дубы и яблони. Сохранят в краевой столице и цветочные краски. В городе приступили к осенней посадке луковиц тюльпанов. Всего их высадят 75 тысяч. Насколько преобразится город весной следующего года, узнаете далее. Сосну аккуратно поднимают на кране и опускают в просторную лунку. Так вдоль дороги на Эмилии Алексеевой зарождается новая зеленая линия. Осень – время посадок. В этом сезоне в Барнауле станет на 530 деревьев больше. В этом году сделан акцент на хвойные породы деревьев. Их порядка 90 штук запланировано высадить. Таких, как сосна, ели, лиственница. Но не забываем про лиственные деревья. У нас высаживаются березы, дубы, орех манчжурский, тополь пирамидальный, яблони, рябина. Большое количество пород, порядка 18 видов. На проспекте Калинина высадят 25 дубов, на Юрина – 15 лиственниц, на Попова – 30 берез. Зелени станет больше на улицах Власихинская, Малахова, Паловском тракте, на площади Кузнецова и Пушкина. На контроле у специалистов озеленения и цветочный вопрос. До снегов на крупных улицах нужно высадить 75 тысяч луковиц тюльпанов 18 видов. Меняем их расцветки по цветникам. Допустим, где были желтые, мы садим сиреневые, белые на оранжевые. И все в таком духе. То есть дизайнер у нас просматривает каждый цветник, меняет, чтобы не повторяться. Треть от общего числа тюльпанов – ранние махровые, рассказали специалисты. Их цвет очень гармонирует с Днем Победы, но до него еще далеко. А пока перед приходом морозов луковицы предстоит высадить и укрыть лапником, ветками хвойных. Добавим стабильные минусовые температуры, прогнозируют уже в начале ноября. Анастасия Дороган, День с толком. На этой неделе в Крае начнется продажа билетов на московский спектакль «Живые и мертвые солдатами не рождаются» по произведению Константина Симонова. Роли в нем играют артисты Московского театра имени Гоголя, а музыку исполняет камерный ансамбль под управлением известного дирижера Юрия Башмета. Премьера спектакля в России прошла в феврале этого года, а в Барнауле его покажут 4 декабря на сцене Алтайского театра драмы. По сообщению министра культуры Края Елены Безруковой, Барнаул будет в числе трех городов, которые этой осенью принимают спектакль. Кроме алтайской столицы, его представят в Новосибирске и Кемерово. Режиссер постановки спектакля – заслуженная артистка России Полина Агуреева, которая знает Алтайский край не понаслышке. Летом она принимала участие в шукшинских днях. Это, конечно, пронзительное произведение, которое очень важно в таком качественном, честном, с большой степенью самоотдачи посмотреть. Потому что, когда про него рассказывала Полина Владимировна, с такой, знаете, очень чистой, честной гражданской позицией, важности помнить трагические даты своей истории, понимать тот этап, над которым сейчас нам всем довелось переживать. В Барнауле начала работу выставка, посвященная столетию общества «Динамо». Это одно из старейших спортивных объединений страны и Алтайского края. Как прошло открытие и какие экспонаты можно увидеть на выставке, об этом в сюжете. Затем также по годам футбольные матчи, соревнования в высоту на стадионе «Динамо». История страны, история «Динамо» в музее «Город» сегодня открыли выставку, посвященную столетию известного спортивного общества. Медали, кубки, награды, архивные фото, книги и удостоверения, значки и форменные обмундирования и многое другое. Все это отражает историю Алтайского «Динамо». Самый большой экспонат экспозиции, который притягивает внимание посетителей – байдарка. На мой взгляд, самые интересные предметы – это, ну, в каждом, наверное, в каждом сообществе есть что-то свое интересное – футболистов, хоккеистов. Клуб самбо у нас здесь также представлен. Я думаю, что всем, даже тем, кто не имеет большого отношения к спорту, будет интересным, потому что именно здесь прослеживается и история нашего города вместе с развитием этого общества. Алтайскую региональную организацию «Динамо» создали, по примеру, Москвы в 1925 году. Сейчас в нее входит более 17 тысяч членов общества. Организации ежегодно проводят спартакиады для силовиков и правоохранителей, ветеранов, а также более 150 спортивно-массовых мероприятий. История «Динамо» – это история нашей страны, и ребятам важно видеть кумиров своего прошлого, чтобы становиться кумирами для следующих поколений. Меня зацепили детские рисунки, потому что на входе, да, потому что это всегда так трогательно и здорово, когда дети пытаются изобразить то, что они чувствуют. Ну, а из экспонатов мне, как любителю истории, больше всего понравились советские ретро-кубки, которые делали очень интересные, интересных форм, интересных видов. Посетить выставку, познакомиться с экспонатами и убедиться в том, что «Динамо» – это тоже искусство, можно до 6 ноября. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня Барнаул принял почти 700 спортсменов из регионов Сибири, Дальнего Востока и Бурятии. На Алтае стартовал третий этап всероссийских соревнований по плаванию Кубок Сибири. Не потерять драгоценные секунды, уйти под воду и набрать скорость. Этот путь пройдет почти 700 спортсменов. Сегодня в Барнауле начался третий этап всероссийских соревнований по плаванию Кубок России. Глеб Егоров на секунду опередил соперников, выполнив второй разряд, которому шел долго. Справился, говорит, по двум причинам. Новые гидрочи и то, что я тренировался хорошо. Сколько часов в день ты тренироваешь? Два с половиной часа. Половину часа мы занимаемся в зале и два часа в воде. На Алтай приехали спортсмены из регионов Сибири, Дальнего Востока и Бурятии. Представители почти 40 клубов. Их ждут личные заплывы и эстафеты. У томских пловцов большие надежды на вторую дисциплину. Говорят, вода на Алтае хорошая. Ну, это так. Кто проплыл хорошо, у того легкая вода. Кто проплыл плохо, у того тяжелая вода. Наиболее сильным соперником на Кубке видят Новосибирск. Но и Алта не отстает. Конкуренция высокая, делятся участники. В такой атмосфере и добиваются заветных побед. Выполняются разряды здесь, в принципе. До первого взрослого разряда спортивного. И здесь прислали разряды. Поэтому, как говорится, проба пера для многих спортсменов. Кто-то первый раз зашел, кто-то четвертый год уже. А еще по итогу будут сформированы краевые и областные сборные для соревнований более высокого уровня. Третий этап Кубка продлится три дня. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Но я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok